Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Меньше всего такой вариант устраивает женщин и респондентов с доходом от 80 тысяч рублей в месяц по 35%. По сравнению с аналогичным исследованием, проведенным год назад, число согласных на серые схемы снизилось на 5%, а в апреле 2021 года оно было рекордно низким – только 38%. Из кировской продукции самое достойное – молоко и обувь. Такой вывод можно сделать по итогам конкурса «100 лучших товаров России». Заявлялось на него 24 производителя из нашего региона. Они представили 33 вида товаров и услуг. В сотню лучших товаров страны попали два представителя нашего региона. Это молоко питьевое и детская кожаная обувь. Экономика. На 101 ФМ. Далее информация от наших партнеров. Если вы забыли, что бывает индексация страховых взносов, то государство помнит. И оставлять еще на один год на уровне 2020-го их не будет. В 2022 году суммы для уплаты в страховые фонды для индивидуальных предпринимателей поднимутся, говорит руководитель компании «Бухгалтер» и я, Татьяна Максимчук. Размеры страховых взносов для ИП составят на пенсионное страхование 34 445 рублей, на медицинское страхование 8 766 рублей. И по-прежнему остается 1% с доходов, превышающих 300 000 рублей. Напоминаю, что 1% с доходов рассчитывается, если у вас ИП на упрощенной системе с доходов, если у вас доходы минус расходы, то, соответственно, с доходов минус расходов, а если у вас патент, то с потенциально возможного к получению годового дохода, того самого, с которого вы заплатили налог и который указан в патенте. Не с реального. В 2023-м взносы снова поднимутся. Суммы уже известны. Но сначала разберитесь с текущим годом. Сейчас как раз последние дни, чтобы заплатить фонды. А на будущее доверяйте специалистам ваши финансы. Они отвечают репутацией и поэтому не забудут, предупредят и подскажут способы оптимизации. Компания «Бухгалтер и я». 213-112. Экономика. И в завершении о курсах валют на сегодня. Официальный доллар 73 рубля 57 копеек, евро стоит 83 рубля 16 копеек. Анна Лапшина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101FM.